Кстати, у Шойгу уже недавно был день рождения, и Пригожин поздравил его с этим праздником, причем в свойственной себе манере. У меня есть цитаты, я просто не могу не прочитать. Ну, во-первых, он к Шойгу обратился как к президенту Русского географического общества и кавалеру Мальтийского ордена. А дальше написал, что «мало кто может объединить в себе способности утонченного эстета, резчика по дереву, любителя хоккея, охотника, любящего отца и тестя. Надеемся, что вы и дальше будете радовать окружающих своей улыбкой, ни слова не о профессиональных качествах. Вот как вы считаете, может ли, ну вот все накаляется и накаляется, Пригожин переходит новые какие-то красные линии, которые ему ставили, ну, негласно, насколько я понимаю. Может ли такое произойти, что пока Пригожин еще находится в Бахмуте, пока он оттуда своих наемников еще не вывел, в него может прилететь какой-то образный снаряд, пуля с подписью «С любовью от Шойгу», например? Ну, если бы там кто-то мог бы такой снаряд запустить, то они бы, наверное, его бы запускали сначала в украинскую сторону, правильно? А у них даже там этого не получается. Хотя, конечно, я согласен, что внутривидовая борьба-то она поострее будет. Ну, нет, я не думаю. Мне кажется, как раз у этой власти достаточно высокий уровень импотенции, и Пригожин, как до него Кадыров, например, имеют репутации таких людей, которые могут отомстить, и поэтому риски с ними связываются. Они очень высокие. Если что-то сделаешь и не доделаешь, потом, может быть, очень плохо и очень мучительно. Там, вон там, кувалды всякие летают, там, и все прочее. Поэтому нет, я не думаю. Я думаю, что Пригожин сейчас вполне осознанно нарывается на то, чтобы его оттуда послали. Он человек точно не глупый, и если вот его пошлют, чтобы он отсиживался где-то в Африке, зарабатывал бы там деньги, а он бы смотрел на происходящее с расстояния, но в нужный момент времени мог бы подключиться, если увидят какую-то возможность. Это же идеальный сценарий, и думаю, что именно к нему он и стремится. А в чем секрет непотопляемости Шейгу? Мы знаем, что Путин достаточно переменчивый, у него не так много людей, которые с ним десятилетиями. Ну, вот Песков разве что, Шейгу, Лавров. Но вот в контексте Шейгу, да, то есть были освобождения захваченных россиянами украинских территорий. Была атака дроном чуть ли не уже непосредственно по Кремлю. Все равно Шейгу остается на своем месте. Как считаете, почему? Ну, да, смотрите, я бы не преувеличивал, что они там очень долго вместе, потому что Шейгу как раз представитель ельцинской элиты, который очень долго для Путина был чужим. И он очень-очень постепенно подбирался ближе, ближе, ближе. И в конечном итоге своим нынешним статусом он обязан Ковальчукам, клану Ковальчуков, конкретно Юрию Ковальчуку, который там на Шойгу впрямую зарабатывает. И вот он поставил целый ряд там ключевых людей вокруг Путина. Кириенко к этому же, к этой же группе относится, ну и вот и Шойгу оттуда же. Но думаю, что, во-первых, Шойгу довольно много знает про Путина, потому что они там вместе отдыхали в Тыве, а это такое место для Путина, такой ретрит тайный, где можно там, значит, какими-то забавами позаниматься, вот, в том числе эротического характера, да, то есть, соответственно, Шойгу про них знает. Во-вторых, Шойгу человек довольно популярный в обществе, он харизматичный, россияне к нему хорошо относятся, поэтому, ну опять, значит, от него избавляться нужно думать про возможные политические последствия, нужно как-то с ними их отработать и так далее. Ну а в-третьих, Путину некого поставить на эту должность, и люди, которые вокруг него есть, они либо ничем не лучше, а у Шойгу все-таки репутация-то не плохая, как менеджер, она, хотя, на мой взгляд, абсолютно пиаровская, вот, искусственно созданная, но тем не менее, какой-то такой флер человека, который умеет строить структуры, он у него есть. Поставить кого-то лучше, дисбалансировать всю ситуацию, создать риски, а Путин этого всего очень не любит, поэтому я думаю, что, ну вот, непосредственно Шойгу на данный момент не так уж много чего угрожает. Скорее, генералов могут и дальше тусовать, а вот сам Шойгу, ну, как-то его убрать, это еще и подписаться перед обществом о том, что, ну, все, совсем все плохо. Не могу не спросить, разопнут меня в комментариях, есть инсайды про эротическое времяпреповождение Путина? Я многократно делился с вашим каналом, свечку я не держал, знаете, то есть, вот, но, да, слухов много разных ходит, и вот один из наиболее интересных слухов, он связан именно с сибирскими делами, помните, когда там, значит, это он там на лошадке снимался с голым торсом, там, значит, и так далее. Мы вспомнили, я вспомнил удар дронам по Кремлю, вы тоже как-то заявляли в начале мая о том, что знаете, кто это сделал, знаете этих людей, мы сказали, пока не время ему рассказывать, сейчас, может, уже время? Ну, они сами скажут, когда сочтут правильно, вы это точно узнаете. Окей, давайте будем двигаться дальше, вот, вы сказали о том, что политическая и силовая позиция должна как-то каким-то образом взаимодействовать, и вот после военного поражения России мы понимаем, что должен пройти какой-то процесс, и, наверное, готовиться к нему уже можно сейчас, и с помощью, там, не знаю, и лидеров других государств. Как вы вообще видите этот механизм, каким он может быть, потому что если не провести определенные реформы, какие-то, не выстроить новую какую-то систему безопасности, то просто те, кто придут в России к власти в последующем, в будущем, они ведь могут развязывать новые войны. Ну, знаете, я всегда считал и продолжаю считать, что для перемен, во-первых, должно быть две компоненты, это вот силовая и политическая, то есть должна быть политическая альтернатива, на которую можно переключиться, потому что на данный момент ее не существует, да, если не Путин, то кот, да, то есть вот нужно обязательно продемонстрировать, кто может быть соответствующей политической альтернативой. Плюс к этому, конечно, я считаю, что правильно осуществлять серьезную системную работу с действующими элитами, чтобы они дезертировали и переходили на сторону добра, а для этого, конечно, ключевой элемент это санкционная политика, в которой должен быть не только кнут, но должен быть и пряник. Опять-таки, да, то есть стадо баранов надо гнать к определенным воротам, куда они должны пройти, они должны видеть, что там эти ворота есть, потому что если вокруг только загонщики, какие-то псы лают, да, то есть там стреляют, электрошокеры вокруг, то, конечно, они просто там вот стоят вот в такой позиции и ждут, когда что-то произойдет само собой. И вот по санкциям процесс идет медленно, но он идет в эту сторону, во всяком случае Украина есть более-менее четкая позиция, что должны делать люди для выхода из-под санкций, но прецедентов, к сожалению, очень мало. Они опять-таки есть, но они очень немногочисленные, несистемные, нераспиаренные, потому что мне кажется, что и украинское руководство, и мировые лидеры, они боятся зашквара, да, то есть они боятся, что их начнут критиковать там в торговле индульгенциями. Никто не хочет с этими противными русскими олигархами вставать рядом, и это их очень сильно сдерживает. А с точки зрения политической альтернативы тут ситуация попроще. Вот создан съезд народных депутатов, это теневой российский парламент, где находятся депутаты, их сейчас уже там около 80, вот скорее всего сейчас подрастет еще там на десяток человек будет следующий съезд в июне. Где люди пишут вот эти самые законы, они пишут новую конституцию, они пишут новые базовые законы, то есть они пишут новые правила игры, которые понятны, четкие, они написаны в виде документов. Это не абстрактные пожелания, там, хотим свободу регионам и парламентскую республику, а это конкретные механизмы, то есть парламентская республика знает, что это значит, как проходят выборы, когда, кого избирают, по каким правилам. То есть если мы говорим о том, что мы хотим наказать виновных, то вот закон иллюстрации, в нем написано, да, то есть, соответственно, кто, как, почему, то есть какие последствия, что надо сделать, чтобы избежать вот этого наказания. Вот вся эта законодательная база, она готовится, принимается и следующий шаг, который должен последовать, это, конечно, шаг признания. То есть западные страны должны начать говорить о том, что да, вот это сложилось, вот, значит, это ядро будущей власти, вот эти самые законы, мы считаем, что это все разумно, мы взаимодействуем с этим органом власти, мы с ним вместе обсуждаем образ будущего, и тогда опять-таки и элиты, и простые граждане будут это понимать. И силовое давление, санкционное давление будет приводить вот в эту самую политическую лузу. Вот, кстати, о иллюстрации, с моими собеседниками часто говорим о том, существует ли в России институт репутации, что после войны будет, например, с топ-пропагандистами. В Украине этот процесс прошел, некоторые из тех, кто продвигал там политику того же Медведчука, они остались в профессии, но большинство все-таки как бы была выкинуто на свалку истории. А вот если говорить о России, вот, например, пропагандист Красовский, который в свое время был демократом, либералом, отстаивал права человека, теперь, ну, ранее он призывал уже убивать украинских детей, теперь вот предложил выкрасть Кирилла Буданова, главу украинской разведки, и повесить его в России на потеху, так сказать, гражданам. Вот, как вы считаете, какое вообще, какое будущее, ну, в вашем, в вашей картине мира должно настичь вот как раз тех, кто был пособником режима Путина в медиаполе? И вообще, вот, действительно, нет ли вероятности того, что они после проигрыша России просто переобуются и будут еще вопросы, там, не знаю, нам с вами задавать о том, а что вы сделали для того, чтобы Путин в свое время ушел? Ну, то, что они будут пытаться переобуться, это стопротентная вероятность, это не может быть, а это точно такие попытки будут осуществлять, именно поэтому ту концепцию иллюстрации, которую сейчас принял съезд народных депутатов, она дает на это четкий ответ, что иллюстрация проводится не только по принципам там должностей и принадлежностью к определенным структурам, но она происходит и по принципу публичных высказываний людей. И, конечно, все люди, которые призывали к войне и призывали к совершению военных преступлений, они очевидным образом, ну, по крайней мере, под иллюстрацию, так они точно попадают. Дальше, может быть, и больше, просто скамейка в Гаге, она, значит, там тоже не резиновая, и туда очень многих не запихнешь, но то, что главарей, главного редактора Фелькиша и Биобахтер мы точно туда отправим, то есть, поэтому руководители госканалов телевизионных, которые все это крышевали, они точно туда поедут. Ну, а рядовым вот таким людям, ну, им будет запрет на участие в политической жизни, им будет запрет на публичную деятельность вообще, то есть, вот выступать хоть в блогах, хоть в СМИ, они больше не смогут, об этом соответствующее решение уже сейчас принято. На финал о пропагандистах и том же Кирилле Буданове, о котором я только что вспомнил, вот после его слова о том, что украинская разведка будет доставать всех врагов Украины из числа россиян, вне зависимости от того, где они будут находиться, в какой стране, в любой точке земного шара, вот пропагандистка Симоньян заявила, что получила бандероль со взрывчаткой, об этом он написал у себя в Телеграме, правда, буквально через, там, в течение часа, образно говоря, она опубликовала новый пост и написала, все в порядке, там, в середине просто секс-игрушка из Китая. Вроде как штрих просто забавный, но как симптом, как вы считаете, вот на фоне покушений на, там, на Прилепина, на Татарского, есть страх непосредственный, особенно после заявлений Буданова, вот у пропагандистов, у, опять-таки, тех пособников режима, которых, ну, как мы видим, достать-то на самом деле можно, вне зависимости от того, в России они или нет. Ну, страх есть еще какой, и, значит, то, что они паникуют в своей среде, ну, это постоянно видно, они про это пишут там, кто-то спать не может, потому что там сверху кто-то ходит и бомбу закладывает, якобы, ну, еще что-то там, ну, такие вещи постоянно всплывают, и это, собственно, и есть главный результат от всех этих акций, потому что то, что им предлагает Путин, это деньги и безопасность. Ну, деньги мы еще пока отнять не можем, это в будущем, но безопасность можем. И это, соответственно, очень правильно, поэтому я считаю, что надо тех партизан, которые занимаются этой работой внутри России, точно поддерживать. Что там с точки зрения украинской разведки и так далее, ну, я периодически общаюсь с людьми в форме, и, соответственно, я вижу их мечту после войны выстроить аналог Моссада, который бы доставал военных преступников по всему миру, где бы они не прятались. Мне кажется, это прекрасная задача, собственно, израильтяне нам здесь дают прекрасный пример того, как это должно быть сделано, но я не очень верю в то, что сейчас они этим занимаются, потому что есть военные задачи, эти задачи в основном находятся в приграничной территории, о всяком случае мне неизвестны про акции внутри России, которые бы вот прям так делались бы какими-то украинскими спецслужбами. Ну, наиболее резонансные действия я знаю, кто совершил, вот, кто-то из них говорит про это публично, кто-то не говорит публично, но все-таки это русские люди, и у них свои собственные задачи, свое собственное видение, и точно эти все акции совершаются не по этническому принципу, а именно по принципу наказания военных преступников, наказания тех, кто крышует террористическое государство Российской Федерации. Ну, и для того, чтобы зациклить нашу беседу, и вот мы начинали с Белгорода, все-таки это топ-тема последних дней, вот, хотелось бы ваше мнение о том, как российская пропаганда, собственно говоря, все это будет объяснять происходящее своим зрителям. Вот Russia Today уже отличились тем, что они заявили, мол, это специально, это российские оккупационные войска заманили украинскую диверсионно-разведывательную группу на территорию Российской Федерации, и все это, как бы, было спланировано. Ну, это выглядит откровенно, бредово, как бы, да, сложно поверить, что это может вкатить. А вот, действительно, какие, вот в украинском языке есть слово «темник», да, это когда власть спускает для медиа какие-то тезисы. Придумали россияне, между прочим, россияне импортировали, это ноу-хау, да. Вот, какие темники спустят по этому поводу, как считаете? Ну, я думаю, что главная линия, в принципе, про это ничего не говорить, потому что любой разговор – это унижение. Так же, как они ничего не говорили про атаку на Кремль, так же они будут стараться ничего не говорить и здесь. Они, ну, там, ну, какая-то там, украинская ДРГ. Вот. Но главная линия противодействия, она будет сугубо чекистская. Будут мобилизовываться все представители, там, российской оппозиции, агенты влияния, просто полезные идиоты в этой среде. Будут мобилизовываться западные политики, агенты влияния тоже, которые бы говорили о том, что это глупость, это неполезно, это вредно, это спецоперация ФСБ, русские не должны убивать русских, если Украина это поддержит, то Украине потом оружие не дадут, а потом могут быть акции возмездия, ну и так далее, и тому подобное. То есть они будут стараться максимально дискредитировать эту акцию изнутри, как бы из нашей собственной среды. Я поэтому вот сейчас активно наблюдаю за тем, кто как это комментирует из уехавших россиян. И вот я просто вижу, как этот план сейчас реализовывается. Ну, надеюсь, что это буду видеть не только я, но и все остальные. Понятно, все гнилье, которое на данный момент находится вот среди тех людей, которые часто себя называют оппозиционерами. Но это и помогает кристаллизовать там здоровые силы. Я вижу, как ветер дует именно в паруса тех, кто занимается силовым сопротивлением. Там когда-то многие высказывали скепсис, когда была атака на Дугинах, например. Потом уже гораздо лучше реакция, когда была атака на Татарского. Потом люди уже радовались атаки на Кремль. А сейчас вот аплодируют, соответственно, действием Легиона Свобода России и РДК в Белгородской области. Самое интересное мне, конечно, посмотреть на тех людей, которые говорили, что Легионы не существуют. Вот это вот интересно, потому что игнорировать это невозможно. Но все равно они говорят, что-то тут не так, наверняка это все равно придумано. Это переодетые украинцы там, то есть вот, не знаю, марсиане, еще кто-то. Но это уже просто вызывает смех.